Практически весь культурный подсолнечник, который сейчас возделывается во всём мире, берёт своё начало с Института Масличных Культур, а именно с опытного поля Круглик, которое ещё 112 лет назад был образован Институт Василием Степановичем Пустовойтом. И практически вся селекция, которая сейчас есть, она исходит из этого места, чтобы было понимание. И в том числе и те самые гибриды, которые сейчас приходят к нам из-за рубежа, приходили и приходят, они все идут именно с этого места. И если углубляться дальше, то на протяжении всего существования в НИИМК были разработаны практически все методики в селекции, которые позволили получать и высокомасличные сорта технологий. И помимо этого, чтобы было ещё больше понимания, что Институт Масличных Культур занимается практически всеми масличными и эфиромасличными культурами, которые возделываются на территории Российской Федерации. Это хотелось бы обратить на это внимание. Ну а переходя непосредственно к теме выступления, на протяжении этих лет в культуре сформировалось три формы подсолнечника культурных, а именно грызовая, масличная и межуумочная. Вот как раз к вопросу о масличности, которая 56%, да, это максимальный порог, который можно добиться с помощью селекции, но при этом очень сильно падает лужистость, что приводит к очень нехорошим последствиям, связанным с тем, что возрастает вероятность поражения подсолнечной огнёвкой, и плюс к этому ещё и снижается, соответственно, лёжкость данного материала, потому что любое повреждение лузги приводит к необратимым последствиям, а именно к повышению кислотного числа масла. Это на вопрос, который был до этого сказан. И обратите внимание, что из этих трёх групп, вот две группы обладают очень высокой массой тысячи семян. Именно поэтому ещё более 25 лет назад было открыто направление по созданию межуумочных сортов подсолнечника, которые мы сейчас и видим в виде непосредственно крупноплодных кондитерских сортов. Вот, пожалуйста, была создана именно эта группа, которая отличалась пониженной лужистостью по отношению к грызовой группе и повышенной масличностью до 40-46%. Ну и, конечно же, по массе тысячи семян эта форма очень сильно отличалась от масличной. Соответственно, в дальнейшем при создании непосредственно селекционного материала и сортов был создан сорт 1-й СПК, расшифровывается как сорт подсолнечника кондитерский, который в последующем стал использоваться в производстве. И благодаря тому, что он оказался в производстве, открылась практически новая линейка сортов, которая была востребована именно переработчиками. И, соответственно, уже пошло это направление. Ну а теперь непосредственно к той ситуации, которая сейчас существует непосредственно в подсолнечнике, который выращивается у нас на территории Российской Федерации. Обратите внимание, что отечественных сортов и гибридов в целом составляет около 40% в настоящее время. Это количество сортов образцов именно в госреестре Российской Федерации. Из них 100% это отечественные сорта. А гибриды вы видите 36,6, линии 32,8. Но что касается внеимка, то сейчас доля внеимка в госреестре составляет 13,2% или 195 сортов образцов подсолнечника. 45 сортов, гибридов 64, линии 86. Это тот арсенал, который мы сейчас используем для производства современных сортов и гибридов. Ну и немножко уж я скажу про направление селекции подсолнечника в нашем центре научно-сельском. И вы видите здесь около 20 направлений, которые практически все они, ну многие из этих направлений аналогичны иностранным компаниям, которые проводят. Это и Clearfield, и Sumo гибриды, и высокоолеиновость. Но тем не менее, здесь среди этих всех направлений существует, вы видите, и направления, которым нет аналогов в мире. А именно это созданные сорта кондитерские высокоолеиновые, Clearfield, и по технологии Clearfield и Sumo. Кроме этого, есть также и сорт силосного направления. Он, кстати, относится к грызовому типу и имеет достаточно высокую популярность на Алтае. Там он вырастает практически под 5 метров, очень хорошо силосуется, используется на корм скоту. И очень высокую популярность имеет там. Кроме этого, мы создали уже практически создан высокостеориновый гибрид, стеорин, который сейчас проходит сорта испытания. Создали опять-таки новые гибриды, которые устойчивы к гербицидам и обладают таким свойством, как высокоолеиновость. Создан Clip VO, и в 2025 году будет создан также новый гибрид под Sumo, высокоолеиновый. Создан гибрид Oxi. Это вообще уникальный сорт. У него измененный состав токоферолов. И масло его практически в течение 9 часов не теряет своих свойств при термической обработке. Когда обычное масло порядка 3-х часов, через 3 часа уже теряет свои свойства. И множество других сортов и гибридов. Вы видите, для классической технологии создана большая группа гибридов, устойчивые также к заразихе расы G. Чего нам не хватало, в принципе, в последние несколько лет уже сейчас созданы и создаются аналоги сортов и гибридов, которые будут устойчивы и к гербициду по технологии Sumo, и устойчивые к заразихе расы G. Вы видите, что порядка 350 тысяч гектар, это официальная данная, 350 тысяч гектар выращивается кондитерского подсолнечника в Российской Федерации. И топ-5 регионов, это Краснодарский край, Алтайский край, Ингурская область, Республика Башкортостан, Саратовская область. Всего, вы видите, порядка 38% доля селекции в НИИМК в этом количестве. Ну и непосредственно по сортовому составу. На протяжении этого периода, когда было открыто направление, создано уже 10 сортов, которые отличаются по веетационному периоду, по габидусу растений, массе тысячи семян, масличность у них примерно одинаковая, порядка 46-47%. Но потенциальная урожайность идет от 35 и до 50 и более даже центров с гектар. То есть потенциал урожайности у сортов очень большой. Но опять-таки для того, чтобы получать кондиционный материал, нам необходим именно показатель такой, как масса тысячи семян. А для непосредственно переработчиков очень важен именно калибр, который используется ими для тех или иных целей. Но об этом немножко я еще позже скажу. И хотелось бы остановиться здесь на сортах, которые, вы видите, это прежде всего новые, хотелось бы обратить на новинки. Вот есть большая проблема по заразихе на подсолнечнике, и на сортах это тоже большая проблема. Но наши ученые всеми усилиями создали новый сорт Казак, который выдерживает практически 7 раз заразих. Это именно крупноплодный кондитерский сорт, который отличается и высокой продуктивностью, и непосредственно устойчив к заразихе. И также вы видите целый ряд сортов, которые устойчивы к гербицидам. Это Алладин, устойчив к имидазоленоновым гербицидам. И, соответственно, Консул, новый сорт, который сейчас проходит сортоиспытание, он устойчив к гербицидам из сульфанилмочевиновой группы. Ну и, соответственно, вкратце о каждом сорте. Это сорт Белочка. Это раннеспелый крупноплодный сорт кондитерского типа. Он отличается выровненностью по высоте растений, сроком цветения и созревания, а также довольно-таки хорошей адаптивностью, потому что практически во всех регионах он обладает достаточно высокой продуктивностью. Не менее пластичный и стабильный сорт новый кондитер, который отличается еще и высокой полевой устойчивостью к фузариозу, и, что немаловажно, к сухой гнили, обладает также высокой продуктивностью, и его масса 1000 семян превышает 150 грамм. Новый сорт консул, который проходит сортоиспытания, устойчив к сульфанилмочевиновым гербицидам, раннеспелый, ориентирован как раз-таки на более северные регионы по отношению к югу России. Сорт подсолнечника джин. У него высокая стабильность по урожаю и массе 1000 семян. Отличается довольно-таки большой высотой растений, хорошо облиственной, и может даже в некоторой степени за счет этого успешно бороться с небольшой засоренностью на поле. Высокопродуктивный сорт лакомка отличается также с повышенной массой 1000 семян, устойчивостью к стрессовым условиям. Очень хорошо растет во многих регионах и дает достаточно высокий урожай. Сорт подсолнечника Аладдин, первый в мире гербицидоустойчивый, устойчив к имидозаленоновым группам гербицидов, средне-ранний, отличается также толерантностью к основным расам ложной мучнистой росы и обладает повышенным уровнем автофертильности. Обратите внимание, специально мы сделали такой опыт, чтобы показать, как сорт выносит гербициды именно имидозаленоновой группы. Вы видите, с левой стороны был посеян обычный сорт белочка, справа Аладдин, оба были обработаны гербицидом гермес, и вы видите, что произошло с теми растениями, которые были неустойчивы, неустойчивый сорт, именно белочка, вы видите, растения погибли. Соответственно, новый сорт казак, о котором я сказал, его отличительная особенность это заразихоустойчив к расе паразита G. И сорт подсолнечника караван, который выровнен по высоте, средне-спелый, имеет толерантность к основным болезням и устойчив к полигонию. Имеет очень высокий потенциал урожая, вы видите, в липецком ГСИ получен урожай почти 60 центов с гектара. И в заключении уже сорт подсолнечника СПК+, который отличается очень высокой массой тысячи семян. Его масса тысячи семян превышает 160 грамм. Очень высокую популярность он имеет у сельхозтоваропроизводителей, среднеспелый, обладает и высоким потенциалом урожайности. Ну и непосредственно, как вырастить хороший материал, который будет востребован переработчиками. Конечно же, это технология возделывания. И я вкратце остановлюсь на основных моментах, которые могут повлиять именно на выход крупного калибра. А это, прежде всего, конечно же, нарушение в севообороте, когда подсолнечник возвращается на прежнее поле раньше положенного срока. Естественно, это приводит к тому, что может проявиться заразиха, которая будет препятствовать образованию крупных семян и снижать урожайность. Может также проявляться, мы считаем, что это севооборотная болезнь, ложная мучнистая роса, которая сохраняется в поле до 7 лет. Соответственно, при ее проявлении будет наблюдаться изреженность и потеря качества, вторичное поражение. И, конечно же, будет снижаться само качество продукции, будет увеличиваться кислотное число масла. Может проявляться комплекс болезней вредителей. И способствовать этому будут, конечно же, сорняки, с которыми, если не бороться вовремя и правильно в посевах кондитерского подсолнечника, сыграет такую негативную роль. Ну, вот здесь для примера, в ценах прошлого года, в ноябре 2023 года, вы видите, что однократное нарушение срока возврата приводит к каким последствиям. Допустим, если в производстве подсолнечник вернули через 4 года, потеря урожая порядка 20%, и сразу вы видите недополученный чистый доход 32 тысячи. Почему такие большие суммы? У некоторых хозяйств это от 32 до 40 тысяч складывается практически экономика возделывания. Ну, потому что спрос и стоимость, конечно же, на кондитерский подсолнечник очень высока. Если подсолнечник получен хорошего качества, то его стоимость может доходить до 60-70 тысяч рублей за тонну и более. В некоторых случаях в хозяйствах практически на корню забирает урожай, если он соответствует тем параметрам, которые необходимы для переработчиков. Ну, и, конечно же, вы видите, что еще более худшим последствием может привести сокращение срока возврата до 2 лет. Ошибки в системе основной обработки почвы. Когда образуется плужная подошва, когда корневая система не может нормально развиваться, образуется вот такие вот ее деформация непосредственно главного корня. К чему она приводит? К снижению засухоустойчивости таких посевов, потому что корневая система образуется верхним слоем почвы. Такие же последствия могут возникать и при переувлажнении верхнего слоя почвы. Это, конечно же, очень негативные явления. И, конечно же, такие посевы будут иметь не только низкую продуктивность, но и низкую массу тысячи семян. Особенности предпосевной обработки почвы заключается как раз таки в состоянии зяби весной. Если зябь рыхлая и выровненная, то не нужно проводить дополнительные обработки. При возделывании кондитерского подсолнечника очень важно получить дружные качественные всходы. И весь шлейф технологических операций весной должен сводиться к тому, чтобы обеспечить эти условия, чтобы мы получили одновременно качественные всходы. В противном случае, даже если на два дня растение взойдет позже, соседнее уже оно будет терять и в продуктивности, и в качестве. Поэтому все агроприемы должны быть направлены именно на это. Здесь, пожалуйста, обратите внимание, если рано зашли в поле, качество подготовки плохое, семена находятся на разной глубине, в разных условиях. Естественно, мы получаем впоследствии такие посевы, которые будут иметь низкую продуктивность и качество соответственно. На это также может повлиять и спешка. Когда сеют подсолнечник кондитерский, необходимо придерживаться, да и вообще любой, конечно же. Это рекомендуемая скорость для непосредственно посевной машины. Потому что увеличение скорости приводит как раз-таки к протягиванию селки, образованию там вот этих букетов, ну и так далее, и тому подобное. В конечном итоге это опять-таки приводит к снижению и урожая, и качества. Вопрос о полевой схожести. Потому что полевая, ну лабораторная схожесть определяет как раз-таки и качество также посева. Но мы проводили исследования, все, что выше 80% лабораторная схожесть в поле, дает примерно одинаковый результат. Уже снижение меньше 80% конечно же приведет к потере урожая. Другой вопрос тех, кто занимается особенно кондитерским подсолнечником, всегда предпочитают брать крупные семена. Потому что раз семена крупные, значит и будет и урожай крупный. Но мы провели специальное исследование, благодаря которым мы видим, что когда мы провели фракционирование именно семенной партии, и посеяли ее без фракционирования, и разные фракции, мы увидели, что урожайность практически на одном и том же. И самое главное, что и выход кондиционных семян на одном и том же уровне, масса тысячи семян на одном и том же уровне. Поэтому смысла в том, чтобы брать именно крупные семена, нет. Ну и также хотелось бы обратить внимание на то, что именно этому вопросу мы сейчас посвящаем большое внимание. Даже в аспирантуру взяли человека, закладываем опыты для того, чтобы еще раз перепроверить и показать, что можно использовать именно семена и других фракций разного размера для получения одинакового результата. Ну и в чем же кардинальное отличие? Потому что до этого я, в принципе, говорил о основных положениях, которые можно отнести и к масличному подсолнечнику. Но самое большое отличие при возделывании кондитерского подсолнечника – это, конечно же, густота состояния растений. Потому что при разреженной именно густоте, а именно при 30 тысячах растений на одном гектаре, мы получаем довольно-таки крупный калибр и достаточно высокую урожайность. Вы видите, что при увеличении густоты стояния повышается урожайность, но снижается масса тысячи семянок. Мы здесь приводим именно массу тысячи семянок, потому что он наиболее показательный параметр, благодаря которому можно оценить именно результативность агроприема. И вы видите, что при более разреженном пассиве 20 тысяч растений на гектар, масса тысячи семян практически сразу на 10-20 грамм выше становится. Соответственно, семена становятся крупнее. И да, действительно, это так и есть, но выращивать именно 20 тысяч очень сложно, потому что в этом случае проявляются в первую очередь болезни. Очень много сорняков, вредители, корзинки крупные. Приходится делать десекацию, ждать очень долго, стебель толстый. И в принципе, тот, кто может выращивать при такой технологии, тот этим занимается. Кто может иметь терпение и возможности, вот того все получится. На практике вы знаете, что 2,2-2,3 семени на 1 метр, и это самый лучший результат. Что касается удобрений. Очень важно применять удобрения правильно. Конечно же, нужно основываться на почвенной диагностике. И если говорить о подсолнечке, то здесь очень важно содержание фосфора в почве, потому что недостаток фосфора в начальный период может приводить к сильной потере продуктивности. Поэтому, зная содержание фосфора в почве, исходя из этого, строится уже непосредственно и система питания. Желательно, конечно же, азот с фосфором в сочетании один к одному вносить, так как наличие фосфора и отсутствие азота не приведет к желаемому эффекту. Но азотными удобрениями не стоит увлекаться, так как лишнее потребление азота блокирует потребление фосфора, и, соответственно, все наши старания могут свестись на нет. Соответственно, какой прием наиболее результативный? Это, конечно же, локально при посеве. Когда мы проводим посев, в этот же момент произвести и применение удобрений. Удобрения при этом должны располагаться ниже семени на глубине 10-12 см, а сами семена посеяны на глубину 5-6 см. В этом случае будет получена очень высокая эффективность от применения удобрений. Но, кроме этого, на кондитерском подсолнечке очень важно повысить и завязываемость семян. Для этого необходимо провести внекорневые подкормки, в частности, элементом бор. Самый лучший способ – это, конечно же, внесение перед цветением. Ну и здесь, вы видите, нами проведены были исследования по влиянию удобрений на урожайность и как раз-таки массу 1000 семян кондитерского подсолнечника. Вы видите, что некорневая подконка растений, она обеспечивает не такую сильную прибавку, в отличие от тех вариантов, где она применяется в сочетании с минеральными удобрениями. И в этом случае вы видите, что прибавка может составлять более 3 центеров с гектара. При этом, обратите внимание, что удобрения не сильно влияют на непосредственно массу 1000 семян. То есть, масса 1000 семян остается на прежнем уровне. То есть, удобрения применяются для повышения именно продуктивности самих растений. Ну и, конечно же, с сорняками нужно бороться. На кондитерском подсолнечнике очень много разных и дурничник, и вьюнок, и ассот, может быть, и амброзия, что немаловажно. Но есть гербициды, и можно с помощью их, конечно же, побороться с этими видами сорняков. Кроме этого, можно также воспользоваться и безгербицидной технологией на тех полях, где отсутствуют, конечно же, многолетние сорняки. Ну и здесь я привожу пример. Это мы проводили исследование, специально брали несколько почвенных гербицидов. И вы видите, что эффективность, в принципе, у них одинаковая. То есть, любая схема, возможно, нужно исходить просто из того видового состава, который распространен на поле. И немаловажная тема, это, конечно же, сухая гниль, хлопковая совка, много химических препаратов используется. Но здесь, вы видите, мы использовали биопрепараты, разные схемы и получали довольно-таки очень хорошие результаты. Совместно с компанией Биотехагра мы получили достаточно высокий урожай. И что немаловажно, вы видите, что против бактериозов, которые тоже сейчас являются практически бичом на подсолнечке, и против них нет мер борьбы химических, эффективность составляет порядка 70%. Против сухой гнили 60%, до 60%. То есть, это довольно-таки хорошая альтернатива. И что немаловажно, затраты на применение этих препаратов, они сильно кардинально отличаются от химических препаратов. Поэтому можете использовать данные схемы для борьбы с этими вредителями. Пчелоопыление кондитерских сортов – очень важный вопрос, так как данный прием может обеспечить прибавку порядка 7 центеров с гектар. То есть, это гарантированно можно получить на любом поле. То есть, одно-две пчела в семье к началу цветения подвозятся и, соответственно, получается данный эффект. Ну и в конце технологии, конечно же, идет десекация. Она применяется, вы знаете, на любом подсолнечнике, но на кондитерском это обязательный прием, так как он предотвращает развитие болезней, корзиночных гнилей, которые как раз-таки будут снижать качество продукции. А качество, оно выражается, конечно же, в наличии пораженных семян, которые будут снижать кислотное число, повышать, извиняюсь, кислотное число масла и делать данную партию непригодной для применения на кондитерские цели. Чтобы этого избежать, конечно же, необходимо применять десекацию, благодаря которой произойдет более быстрый переход к состоянию уборочной спелости и произвести, конечно же, далее уборку урожая, и его подработку, и реализацию. Кукуруза очень востребована на Кубани, а силостный подсолнечник на Кубани не очень любят, да? Ну вот смотрите, я сам иногда задаюсь вопросом, допустим, у нас очень хорошо в зеленом конвейере встраивается озимый рапс вместе с зерновыми, да? То есть он очень хорошо, зеленая масса идет на и поедаемость, и все. Но, тем не менее, тот же самый подсолнечник. Была, кстати, еще и соя специально разработанная сорта, которые имели очень высокий стебель, ну и совместно с кукурузой проводились исследования, высевали, даже в хозяйстве в одном посеяли, убрали, убедились, но все равно не хочет никто заниматься этим, потому что привыкли все к упрощенным этим технологиям. И, соответственно, для того, чтобы получать тот же самый крупноплод, этот силостный подсолнечник, его нужно необходимо одновременно с кукурузой силосовать, и в этом случае получается хороший силос. Он содержит очень много сахаров, вырастает довольно-таки большая масса, там порядка, по-моему, 6 тонн с гектар зеленой массы получается. И в сельском хозяйстве у нас в регионе он не прижился. А там дело в том, что кукуруза вырастает не очень высокая, не очень большая биомасса, а там подсолнечник вырастает, что 9-летний мальчик залазит наверх и как на бамбуке висит и качается. Хочется, наверное, посмотреть. Есть фотографии. Друзья, какие вопросы к Александру Сергеевичу? Пожалуйста. Александр Сергеевич, вы в будущем не планируете провести аналогичное исследование с горчицей? С горчицей? Дело в том, что у нас практически сейчас подготовлена диссертация по технологии возделания. По технологии возделания у нас подготовлена диссертация, аспирант мой. Она уже провела исследование, где изучались как раз-таки сроки посева, нормы высева и применение различных видов одобрений. Спасибо. Когда можно попробовать Ваши сорта высокоолеиного подсолнечника под гербицидную технологию, как СУМО и под глиотил? Потому что семян, кроме круиза, у нас есть интерес выращивать подсолнечник, но у нас проблемы большие с заразихой и, соответственно, сейчас с семенами проблемы импорта селекции. А вот Ваши селекции, Вы сказали, есть тут, но тут реально пока непонятно, когда они будут в производстве. Ну, как Вы обратили внимание, они есть. Есть сейчас гибрид клип высокоолеиновый, он проходит регистрацию, он проходит сортоиспытания непосредственно в госсорткомиссии. И по итогам он как аналог идет, и он должен, по идее, в следующем году быть готов для реализации. По СУМО, по всем остальным ведется работа, 2024-2025 год ожидается передача в госсорткомиссии питания. А сейчас еще ничего нету, да, чтобы остановить, посидеть, попробовать? Хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть. Они потом расскажут в следующем году. Я думаю, что если у Вас есть такая заинтересованность, и чтобы мы не в рамках этой конференции решали эти вопросы, Вы можете обратиться к нашему руководству и там непредметно поговорить. Я думаю, что определенные партии есть, и что-то Вы сможете уже взять даже в этом году. Александр Сергеевич, у меня еще есть вопрос. Скажите, пожалуйста, оцениваете ли Вы гибриды и сорта крупноплодного подсолнечника под такому показателю, как выход семян крупного калибра? Я знаю, что для хозяйства это очень важно. И даже некоторые сельхозпроизводители, в степь, в частности, перешли, то есть которые выращивали крупноплодный подсолнечник, стали использовать нулевую технологию, чтобы его выращивать. И выяснили, что тогда крупность семян увеличивается. То есть именно количество этих семян крупной фракции. Поэтому вопрос, оцениваете ли Вы гибриды и сорта по этому показателю, и что все-таки влияет, генетика или технология, или количество воды? Я начну с того, что гибридов подсолнечника крупноплодных нет. Вернее, крупноплодные есть, но на кондитерские цели их нет. И обратите внимание, что еще, наверное, с десяток лет назад все иностранные компании, увидев широкое распространение и высокий спрос на это направление, они, естественно, открылись и направления по гибридам, по данному кондитерскому именно направлению. Но у них ничего не получилось. И естественно, что крупноплодные получаются, но именно на кондитерские цели они не идут. Не проходят по качеству непосредственно. А именно обрушиваемость должна быть хорошая, потому что там совсем другие формы используются. И, естественно, гибридов поэтому нет. Но, тем не менее, что касается влаги, да, для подсолнечника очень важно наличие влаги в почве. Естественно, что если взять север Ростовской области, то вряд ли мы там получим достаточно высокий выход крупного калибра. Потому что отсутствие влаги, оно, конечно же, будет обуславливать размер семянки. Но если при достаточном влагообеспечении, что играет в первую очередь роль? Это конкуренция между растениями в посеве и одного вида, то есть между собой и конкуренция вместе с сорняками. То есть если будет засоренность высокая или же загущенный посев, мы уже крупный калибр получим меньше. Что касается исследований по этому вопросу, то мы, конечно же, проводили и проводим эти исследования. И мы видим, что, в принципе, когда есть в достатке и уровень минерального питания, и влага, и отсутствуют как раз-таки сорняки, и взаимная конкуренция между растениями, то мы получаем самый высокий выход семян. Именно крупного калибра. А что такое крупный калибр для кондитерского подсолнечника? Это прежде всего размер 4,5 или же 3,8. Ну 4,5 это самый высокий выход, естественно. А 3,8 немножко помельче, но зато его объем больше. Ну вы видели таблицу, я показывал. Там выход у нас мы считали именно по 3,8. То есть это больше 60-70%. Можно получать гарантированно в наших условиях. Ну а для того, чтобы получать такой же выход на самом крупном калибре, конечно же, необходимо работать с технологией. Это не тот подсолнечник, который посеял, грубо говоря, и забыл, а здесь нужно глаз да глаз. И, соответственно, все эти рекомендации, выполнив, можно добиться этого результата. Спасибо. Я просто обратила внимание, что от густоты стояния менялась масса тысячи семян, но при этом при усиленном питании она не менялась. То есть все-таки влага является лимитирующим фактором. Да, влага. И, конечно же, при применении удобрений меняется сам биохимический состав. То есть мы, если мы много будем использовать азота при выращивании кондитерского подсолнечника, то будет увеличиваться содержание белка и уменьшаться содержание масла. Будет оказывать влияние непосредственно на вкусовые качества. Потому что если брать, допустим, именно сорта, то они отличаются, могут отличаться по вкусовым качествам. И на уровне генетики, и на уровне технологии. Так вот, чтобы не получить материал, который потом, в последующем будет не иметь... Неприятный говорить. Нет, он будет приятен, но не настолько, насколько можно было бы получить. Еще вопрос, вот мы вашему коллеге-селекционеру задавали. Увеличился ли спрос на кондитерский подсолнечник, на семена кондитерского подсолнечника? И какие сорта можете нас считать хитами? Ну, в настоящий момент у нас хит, конечно же, это АСПК плюс, в первую очередь. Да, самый урожайный, самая высокая, имеет массу тысячи семян и высокий выход. Вот, но за ним уже подтягивается у нас Аладдин, это наш новый гербицидоустойчивый сорт, потому что он очень востребован. Вы знаете, что очень много иностранных компаний уже не предлагают семена, соответственно, он является заменителем именно по гербицидной технологии. Ну и, конечно же, другие сорта, там, караван, очень хорошо востребован в производстве. Ну а по поводу спроса, конечно же, мы практически все семена продаем, то, что производим. То есть спрос есть, спрос растет, но, естественно, мы нарабатываем именно линейку сортов для того, чтобы было разнообразие и возможность выбрать под любую технологию определенные сорта. Еще вопрос. Кто все-таки основной потребитель семян кондитерского подсолнечника по региону? Краснодарский край или... Ну, Краснодар, Алтай. А еще семена ваши унижают? Краснодар, Ростов. Ну, здесь, в принципе, ЮКР, Россию, это Краснодар, Ростов, Волгоград, вот, в основном. Ставрополь, совершенно верно. Нынешний год, вот, с учетом влагообеспеченности высокой, благоприятен для кондитерки? Конечно, для любого подсолнечника он очень благоприятен. И сейчас задача как раз-таки сельхозтоваропроизводителей принять все меры для того, чтобы сохранить почвенную влагу, чтобы не было ее непродуктивной потери. А это именно правильного комплекса весенних работ, мероприятия по закрытию влаги и в дальнейшем работы именно в посеве. Здесь я не всю, конечно же, технологию показывал, потому что она примерно идентична с обычным подсолнечником. Но вот именно, что касается сохранения влаги, это, конечно же, необходимо проводить междурядные обработки для того, чтобы образовывать слой мульчи и сухой почвы, которая будет препятствовать как раз-таки прорастанию сорняков и будет также препятствовать образованию трещин и непродуктивной потере влаги. Если говорить о результативности этих работ, то любой агроном может прийти потом на поле и перед цветением просто взять и вырвать растение в поле и посмотреть на его корневую систему. И будет все понятно. Если корневая система ушла вглубь, значит, там растение выдержит и засуху, и образует хороший урожай и хороший калибр. Если у растения корневая система имеет неправильно развитый главный корень, то можно этот посев уже подразумевать под то, что он не самый лучший будет в хозяйстве. По нашим сведениям, и почему мы предложили вам эту тему, по нашим сведениям интерес в этом году, ну и в прошлом уже к кондитерскому, именно к кондитерскому, у Акрарио вырос. Вы это чувствуете? И с чем этот связан интерес? Ну, конечно же, это доходность, прежде всего. Потому что выращивая обычный подсолнечек, как некоторые фермеры говорят, вот я сейчас возьму, мне нужно, чтобы покрыть затраты, мне нужно получить минимум 20 центеров, гектар. А на этом подсолнечке 20 центеров это уже большой-большой плюс прибыли. Друзья, вопросов больше нет? Есть еще, вот сейчас, сейчас одно мелочи. Сношение оборудования хозяйства для оборудования споря, поскольку свадебы предприятия, когда какие темы, для хозяйства оборудования, сношение оборудования. Это не только подсолнечек. Первый вопрос. И второй вопрос. Термин силосный подсолнечник. Это что? Имеется ли был зерноспесь сей, который получает силосный? Или как вы понимаете? Вы сказали? Нет. Значит, спасибо за вопрос. По поводу первого, значит, оборудования. Оборудование, ну, здесь вы понимаете, что есть достаточно крупные игроки на рынке, которые занимаются закупкой кондитерского подсолнечника. И мы к этому отношения не имеем абсолютно. То есть это вы уже с ними договариваетесь, и непосредственно они у вас на поле смотрят и принимают. Я вам рассказал, как вам получить крупные семена хорошего качества, чтобы они у вас купили. А дальше это уже вы договариваетесь, вы торгуетесь, и в принципе, если вы получите достойный продукт, то вы его продадите за очень хорошие деньги. А что касается непосредственно второго вопроса, ну, силосный подсолнечник у нас направление было открыто тоже, ну, прилично, порядка 20 лет назад, даже, может, даже больше. И создан был сорт, соответственно, мы его всегда на всех днях поля показывали. Он отличался, он очень высокий по сравнению с другими. Вот. Показывали его преимущества. Но, как мы уже говорили, развития он на Кубани не достиг. И что касается тонкостей, то есть публикации определенные по этому вопросу, и есть достаточно широкий опыт именно в Алтайском крае. Там они его силосуют вместе с кукурузой. Вот. И таким образом они получают достаточно хороший силос, который очень обладает хорошей поедаемостью и благотворно действует на непосредственно КРС. Вы сказали, что один из ваших сортов подсолнечника, вроде Аладдин, отличается повышенной автопертипностью. Правильно? Не понял. А потом вы сказали, что для получения хорошего урожая необходимы пчелы находят. Можно ли говорить о том, что подсолнечный сорт Аладдин способен сам себя опылить без наличия пчел? Я вам так скажу, что у нас практически все сорта могут воздеваться без пчел. Но, если вы хотите получить хороший выход семян, именно семян, чтобы у вас завязываемость была выше, допустим, у вас хорошие условия сложились, и для того, чтобы вы гарантированно имели хорошее пчелоопыление, именно опыление корзинки, и формирование как раз-таки самого высокого урожая. Вы видели, там и 50 центеров есть. Это все реально. Но если будут соблюдены все эти факторы, тогда необходимо применять и пчелы. Дополнение. А есть какие-то цифры, например, при наличии пчелы, без пчелы, когда поле было? Вы гарантированно получите 3-4 центра прибавки до 7. В мировой литературе... При наличии пчел, при наличии пчел. Да. В мировой литературе зафиксирован факт, когда пчелы дают прибавку 7 центров с гектар. Мы получаем 3-4 центра прибавки от пчел. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»